Хайо, народ, на связи Флоди, это зимняя Буни ФСБ на Амазин Грэлли Плей... Блядь... Хайо, народ, на связи Флоди, это зимняя Буни ФСБ на Амазин Грэлли Плей, часть 13-я. Итак, народ, перед началом этой серии Буни ФСБ попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий для продвижения этого ролика. Также, ребята, не забывайте скачивать Амазинг по моей ссылке в описании, ну и после установки Амазинга заходите на сервер Азур, потому что я играю только на нем. Проходите там регистрацию и после регистрации заходите в меню, промокод, указайте промокод другу ютубера и указывайте мой промокод Флоди, ведь ты получишь бонус в размере 300 тысяч игровой валюты. А я больше не буду сдерживать, заводите чай, берите бутеры печенья. Я желаю всем приятного просмотра новой серии Буни ФСБ на Амазинге. Ну что, собственно, ребята, давайте будем начинать тринадцатую часть Буни ФСБ. Напомню, что, ребята, скачать Амазинг можно поменять ссылки в описании, ну и мой промокод на Амазинге Флоди, поэтому обязательно его вводите. Давайте что-ли отправимся уже за кем-то, потому что я прям очень сильно хочу половить преступника. Вам Роман Косолапый, пятый уровень розыска, ну, находится недалеко. Только вот проблема в том, что всего лишь это два преступника прямо сейчас, вот у Найс, у Найс, у Найс, у Найс сейчас в Антеде. И это прям очень плохо, вот, кстати, это он, что ли? Роман Косолапый. Да, это он только что поехал. Чейс 270. Все, я ему кинул преследование. К обочине прижимаемся! Я типа буду в такой вот роли злого ФСБшника. К обочине прижимаемся, останавливаемся. Все, на месте стой. Так, его сначала нужно улучшить дубинка. Теперь наручники. А, он сдается? Так, все, сдаешься, молодец. Не рыпайся только. Хорошо, не буду одевать кляп, только не рыпайся. И не делай резких движений. Так, ведем его за собой. А че, че он не ведется-то? Открыв дверь служебного автобуса, без преступника задняя сидя автомобиля. Блин, я же его посадил на заднее, лол. Это, конечно, плохо то, что система, и он посадился вот наперед. Ну, это как-то такой себе преступник, едет спереди, с сотрудником ФСБ. Да, ну, ладно, в принципе. Куда посадился, туда и посадился, естественно. Но главное, что не на бутылку. Я еще понимаю то, что у него есть бронежилет, потому что, ну, вы видите, что у него такая вот синяя полоска. Но это означает то, что у него еще есть бронежилет. Ну, хорошо то, что он сдался, типа, не начал там перестреливаться со мной. Потому что, ну, как мы знаем, большинство таких вот игроков может просто меня расстрелить. Так, так, так. Мы уже приехали, собственно, к отделению полиции города Южный. Давайте теперь его сейчас тут оформим, что ли. Только вот я не знаю даже как. Хотя как, знаю, но очень... Короче, те, кто смотрели мои прошлые выпуски Буди ФСБ, те знают, как я, собственно, оформляю. Достал бланки по факту задержания гражданина из бардачка. Затем подписал их и передал задержанному конвойру. Да, ребята, я очень сильно сейчас вступлю, как бы, поэтому не судите строго в комментариях. Но я реально, типа, не знаю, как правильно отыграть. В следующей серийке я узнаю, как правильно, типа, отыграть, как сажать, там, какие-то бланки заполнять. Все, арестовать и заключить игрока в КПЗ. Все, я его посадил, отлично. Вот, поэтому узнаю и в будущем я думаю, что смогу нормально отыгрывать прям хорошо. Также получил премию в размере 12 тысяч рублей, что вполне неплохо. Ладно, собственно, давай сейчас поеду заправлюсь. Наверное, ё-моё! Чувак, ты не вовремя на дорогу выбежал. Давайте сейчас поеду заправлюсь, что ли, и там уже будем продолжать. Я заправился, и теперь давайте продолжать будни ПСБ. Значит, за кем можно поехать? Ростислав Арбацкий где-то в жопе мира, как я вот вижу, находится. Поэтому, ну, за ним мы не поедем. Джизи Милстрой. Находится он, что у нас, возле этого, что ли? Возле больнички? Да, он, куда-то возле больнички находится. Ну, давайте, что ли, за ним поедем. Сразу же надо заготовить команду Chase. На месте стоим, на месте стоим. Стойте на месте. Я знаю, мне всё равно не надо начинать. Всё? Стойте, 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 куда вы? Куда вы нарушите, дайте один на вас? По мне, по мне всё равно не надо. Так, всё. Фраг 21. Фракция. И арестовать Айрака и заключить КПЗ. Также я получил 5000 рублей и 1 экспириенс. То есть, это у нас опыт. Это, ну, прям, неплохо, ребят. Экспириенс, кстати, это тема. Джесси Экстракт. Кстати, вот он находится, кстати, не очень далеко. 3500 метров всего лишь. Ну, поехали за ним. В принципе, потому что другого нету. Вот другого серьёзно нету сейчас по розыску. Поэтому поедем сейчас за Джесси Экстракт. Экстракт. Так, он уже... Капец, а чё? А как он так отдалился быстро, лол? Серьёзно? А как он так отдалился быстро прям? Стопэ. Он сейчас уже где-то там аж. Короче, ребят, я понял. Он у нас летает, что ли, на вертолёте. Чё? Да, он у нас на вертолёте летит. Скорее всего. Потому что, ну, смотрите. Он сейчас уже там где-то. Я его не смогу догнать, кстати. К сожалению, не смогу. Блин, только лишь если есть вертолёт в ФСБ, то, в принципе, можно было попробовать. Но, опять же, погоня на вертолёте за вертолётом. Ну, это как-то звучит даже обредово. Хотя, в принципе, в реальной жизни такие погони, я думаю, по-любому были. Тогда ждём кого-то по розыску. Кого-то найдём. Сейчас надо поехать заправиться. Кстати, у меня ещё ХП тратится, но я его пополняю. Поэтому, ладно, сейчас поедем заправимся и дальше будем уже кого-то ждать, искать и ловить. О, летит! Ё-моё, летит, смотрите. А я его никак сейчас не догоню. Да, только лишь его преследовать, как бы, по земле. Но, опять же, он может пролететь любую реку. Всё, он может пролететь буквально. На своём вертолёте! Ля, я ещё и тачку утопил. Ладно, пускай летит на своём вертолёте. В принципе, тут есть, кстати, новая. Какие-то Абрам и Ратибор. Давайте за Ратибором. Но он где-то там уж находится. Давайте тогда за Абрамом. Может быть, нет. Абрамом прям очень далеко. Поэтому едем за Ратибором, в принципе. У нас где-то там как раз-таки. Ну, поехали. Что-то мне кажется, но этот Ратибор Топлис, это какой-то ОПГ-шник, скорее всего. Потому что у меня уже здесь ранее была перестрелка с ОПГ-шниками. Кто не помнит, то посмотрите часть. Я, блин, не помню, правда, какую. Ну, короче, ребят, если кто не стрел вообще в прошлой части, то обязательно посмотрите. Где-то вверху подсказочка. То есть, вообще, на плейлист с видосами по Амазингу. Обязательно все их посмотрите. Если, конечно, вам они будут интересны. Но здесь уже была перестрелка. Вот он, кстати. Да, это ОПГ. А, вот уже все. Смотрите. Кирилл Топлис. А ну. А ну, погнали. Мы только что установили таран. Точнее, струнник установил какой-то таран, типа. Кто снаружи? Блин, это мне уже напоминает тоже одну часть в унифсб, когда мы такое же вот проворачивали. Что происходит, чел пишет? Ля, может зайти, типа? Давайте пробую зайти. А что, где они? Может, может, уже струнник, типа, задерживает этого чела? Давайте, что ли, посмотрим. Тут прям хата огромная. Прям очень огромная. Типа, его будет... Я его задержал. Задержал уже, говорит, в рацию. Вообще легко. Что это у вас тут? Нет. Ну, вот он. Задержали? О, можно помыться. Ну, надо подтолкнуть. Выйти не может сам. Если движение вроде есть, ему маска черная проще. Короче, я понял. Здесь и чело в партии на хате, короче, в джакузи, все дела. Я не знаю, что тут делать. Что ты сейчас? Пойду вору, я тоже сейчас. Я понял, чела. По-нашему стреляет. Хуя себе. Куда? Ебать, он смешной. Стоп, а где этот? На месте, стой. Где он? Где он? Где, где? Так, все, я задержал этого чувака. Куда он бежит, я не пойму. Ой, я его... А, нормально, типа. Нормально, короче, понял. Блин, я не пойму, что происходит вообще. Че? Откисаешь, молодой. Помощники просто. А где этот? Зеро Тибор, а ну сюда. Так, минус один. Ну, ты тоже откисаешь. Давай, пока. Че у вас здесь происходит, я не пойму. Шо это было, только шо? Не знаю, мы... Ну, у вас и дружки, конечно. И чуть, ёп... Это что только что было? И даже уже админ, типа, пишет, что вы делаете, зачем стреляете? Да, ребята, вот это, конечно, жесткие буни ДПС, если честно. Прям лютая суета была. Мы начали задерживать чела одного, а к нам подошел еще один какой-то, видимо, его друг, и начал по нам стрелять. То есть, он даже на меня потом жалобу накатал, типа, мол, я там начал стрелять. Но, на самом деле, типа, я не хотел там никого стрелять, но вот так вот получилось то, что пришлось постреляться немножечко, задержать чела. Поэтому, ну вот, как-то так. Надеюсь, вам понравилась эта серия будней. ФСБ, вы поставите лайк, а также подпишитесь на канал. Ну, если что, то скачайте мазик, потому что, по-моему, есть в описании. Ну, и вообще, ребят, я с вами прощаюсь. Всем удачи и до скорых встреч. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok